Произошла. Я тогда работала в областной больнице. Нас главврач вызывает и говорит, надо ехать в Чернобыль. И вы знаете, настолько оперативно все собрались. Вот все, в основном, конечно, касалось это лаборатории. Все лаборанты были в кабинете главврача. В обед, утром он собрал, в обед мы уже выехали в Чернобыль. Три скорой помощи, которые были укомплектованы еще медиками, по 6 человек. Мы уже в обед ехали в Чернобыль, не знали куда, но с собой везли все. И чтобы уколы сделать, и анализы сделать, все у нас было с собой в машине. Мы приехали в Киев, в Министерство здравоохранения, оттуда командировка на Чернобыль. Наши водители Черновицкие, дороги не знают, блудили. Помню, как говорят, как Иван Сусанин, не туда заехали. Мы едем туда, а навстречу. Мы туда, а все оттуда. Приходилось скорой помощи на обочину съезжать, чтобы пропустить поток автобусов, машин, которые везли... Это же 2 мая. Эвакуация, эвакуация, пожалуйста. Это же первая неделя. Везли оттуда людей. На машинах даже и скот вывозился. И мы, когда приехали в Чернобыль, там уже, конечно, людей мало. Нас три скорой помощи по разным местам рассортировали. Мы не в одном месте были. И вот ехали автобусы с людьми. Останавливали возле нас. Нас вот одну скорую помощь возле пустого фельдшерского пункта остановили. Мы туда зашли. Мы там не уколы делали, анализы делали. Все делали, так как все было с нами. И получалось такое. С автобуса сходят люди, мы их обследуем. И срочно отправляем в больницу. Дети, взрослые. Едет мама с ребенком. Делаем анализ. У ребенка сахар. Вот перепугаем. Ребенок уже получил болезнь. Мама говорит, ты не убил вас пока. Откуда? Срочно отправляла в больницу. Ну, мы не работали как скорая помощь, вот как в городе вызывают на вызов. Получалось, и по два дня мы могли бы на одной точке. Работали мы не по 6-8 часов, мы работали по 18 часов и по 20 часов. Мы не видели Чернобыля и Припяти. Мы сидели в кабинетах, где проводили обследование. К нам даже заводили дезометристы, которые с нами были. Они проверили радиацию, были так, зайти без одежды. Буквально вот в трусах, в плавках заходили. Настолько на одежде была огромная радиация. Ну, и на людях тоже. Мы там пробыли две недели. Кое-кто хотел вот с нашей бригадой, три скорой помощи, которые еще были спереди. Остаться не разрешили. Сказали, вы уже какую дозу в реакции получили. Это ж только-только начало. Мы приехали, мы заливали депрог. Заливали. Не разрешили остаться. Конечно, скорые помощи эти там утилизированы были. Их оттуда не выпустили. Ну, а мы когда вернулись, конечно, с комплексом валячих. Но, вы знаете, я вот работала в областной. Потом, когда я вышла на пенсию, я пошла работать в общественную организацию, которая у нас в 98-м году образовалась. Тогда руководил Манда Николай Николаевич, бывший военный врач. И мы очень много сделали для чернобыльцев, которые там пострадали.